Рождество Христово было так об Иосифе, по тому, чтобы ты, услышав о муже Марии, не подумал, что Иисус родился по общему закону природы. Смотри, как он устраняет эту мысль дальше дальнейшими словами. Ты слышал, говорит он, о муже, слышал о матери, слышал об имени данному младенцу. Теперь выслушай и то, как он родится. Рождество Христово было так. Скажи мне, о каком рождении говоришь ты? Ты уже сказал мне о предках. Хочу, говорит Евангелист, сказать об образе рождения. Видишь, он как возбудил внимание слушателей, как бы намереваясь сказать нечто новое, обещает изъяснить образ рождения и заметь, какой превосходный порядок в рассказе. Не вдруг стал говорить о рождении, но прежде напоминает нам, которым был Христос в порядке родов. От Авраама, которым от Давида и от переселения в Вавилон. И этим побуждает слушателя тщательно исследовать время, желая показать, что он есть тот самый Христос, который предвозвещен пророками. В самом деле, когда исчислишь роды и по времени узнаешь, что Иисус есть точно Христос, тогда без затруднения поверишь и чуду, совершившемуся в рождении. Итак, скажи, как Иисус родился? По обручении матери его Марии, не сказал Деве, но просто Матери, чтобы речь была понятна. Но приведя сперва слушателя в ожидание, услышать нечто обыкновенное и, удержав его в этом ожидании, вдруг изумляет. Присокуплением необыкновенного говоря, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в очреве от Духа Святаго. Не сказал прежде нежели приведена была в дом к жениху. Она жила уже у него в доме, так как у древних было обыкновение держать обрученных по большей части в своем доме, чему и ныне еще можно видеть примеры. И зитья Лотовы жили в доме у Лота, и так и Мария жила в одном доме с Иосифом. Но почему не прежде обручение она зачала в очреве? Чтобы, как я сказал еще в начале, зачатие до некоторого времени оставалось тайною, и Дева избегла всякого худого подозрения. Тот, которому надлежало ревновать более всего другого, не только не отсылает ее от себя и не бесчестит, но принимает и оказывает ей услуги и во время беременности. Итак, не простирайся далее, не требуй ничего больше сказанного и не спрашивай, каким образом дух образовал у младенца в Деве. Если при естественном действии невозможно объяснить способ зачатия, то как можно объяснить его, когда чудодействовал дух? Чтобы ты не беспокоил евангелиста и не утруждал его частыми об этом вопросами, он освободил себя от всего, наименовав совершившегося чудо. Ничего больше не знаю, говорит он, а знаю только, что событие совершилось силою Духа Святаго. Пусть стыдятся те, и кто старается постигнуть сверхъестественное рождение, если никто не может объяснить того рождение, о котором есть тысячи свидетелей, которое за столько веков предвозвещено, которое было видимо и осязаемо, то до какой степени безумны те, которые с любопытством исследуют и тщательно стараются постигнуть рождение неизвеченное. Ни Гавриил, ни Матфея не могли ничего более сказать, кроме того, что родившееся есть от Духа. Но как и каким образом родилось от Духа, этого никто из них не объяснил, потому что это было невозможно. Не думай так же, что ты все узнал, когда слышишь, что Христос родился от Духа. Узнав и об этом, мы еще многого не знаем. Например, как невместимый вместился в утробе, как вседержащий носится в очреве жены, как Дева рождает и остается Девою. Скажи мне, как Дух устроил этот храм, каким образом не всю плоть принял от утробы, но только часть ее, которая потом возрастил и образовал. А это точно произошло из плоти Девы. Евангелист ясно сказал это словами. От которой родился. И Павел словами, который родился от жены. Галатам 4 глава. Итак, Иосиф, будучи праведным, то есть добрым и кротким, хотел тайно отпустить ее. Для этого Евангелист описывает случившееся еще во время незнания Иосифова, чтобы ты не сомневался в происшедшем. О, узнание. Хотя подозреваемая не только заслуживала быть опорочена, но закон повелевал даже наказать ее. Однако Иосиф избавил ее не только от большего, но и от меньшего. То есть от стыда. Не только не хотел наказать, но и опозорить. Не признаешь ли в нем мужа мудрого и свободного от мучительнейшей страсти? Вы сами знаете, что такое ревность. Потому что вполне знавший эту страсть сказал, «Ревность, ярость мужа, и не пощадит он в день мщения». Притча 6 глава. «Люта, как преисподняя ревность». Книга песни 8 глава. «И мы знаем многих, которые готовы лучше лишиться жизни, нежели быть доведенными до подозрения в ревности. А здесь было уже непростое подозрение. Марию изобличали ясные признаки беременности. И однако Иосиф столько был чушь страсти, что не захотел причинить Еве даже и малейшего подозрения, огорчения. Так как оставить ее у себя казалось противным закону, а обнаружить дело и приставить ее в суд, значило предать ее на смерть, то он не делает ни того, ни другого, но поступает уже выше закона. Подлинно по пришествию благодати надлежало явиться многим знамением высокой мудрости, как солнце, не показавше еще лучей, издали озаряет светом большую часть вселенной, так и Христос, восходя из девической утробы, прежде нежели явился, просветил всю вселенную. Вот почему еще до рождения его пророки ликовали, и жены предсказывали будущее. Иоанн, не выйдя еще из утробы, завирал в отреве. Иосиф показал здесь великую мудрость, не обвинил и не порицал девы, а только намеревался отпустить ее, когда он находился в таком затруднительном положении, является ангел и разрешает все недоумение. «Послушай и подивись мудрости того, что сказано. Пришедший ангел говорит ему, Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою. Та часть приводит ему на память Давида, от которого должен был произойти Христос, и не дает оставаться ему смущение наименованием предков, напомнив об эпитовании данным всему роду. Родит же, говорит он, сына, и наречешь ему имя Иисус». 21 стих 1 главы Матфея. «Хотя родившаяся есть от Духа Святаго, но не думай себе, что ты устранен от служения при воплощении, хотя ты не содействуешь к рождению, и дева пребывает неприкосновенная. Однако же, что принадлежит Отцу, то не вреди достоинству девства. Представляю тебе, то есть ты дашь имя рождаемому, ты наречешь ему имя. Хотя он не твой сын, но ты будь ему вместо отца». Итак, начиная с наречением имени, «усвояю тебе рождаемому потом, чтобы кто-либо отсюда не заключил, что Иосиф есть отец». Послушай, с какой осторожностью, говорит ангел далее. «Родит же, — говорит он, — сына. Не сказал родить тебе, но выразился неопределенно, родит так, как Мария родила не ему, но целой вселенной. Для того и имя принесено ангелам с неба, чтобы показать, что чудно рождаемое, потому что сам Бог свыше посылает имя через ангела Иосифу. поистине, что не просто было имя, что это не просто было имя, но сокровище бесчисленных благ. Поэтому ангелы объясняют его, внушают благие надежды, и тем приводят Иосифа к вере. Итак, всем утвердив Иосифа вере, и прошедшим, и будущим, и настоящим, и счастье ему оказанное». Ангел, кстати, приводит слова пророка, который все то подтверждает, но не приведя еще слов его, возвещает о благах, какие через рожденного дарованы будут миру. Какие же это блага? Особождение от грехов и уничтожение их. Он говорит, ангел, спасет людей своих от грехов их. И здесь возвещается нечто чудное. Благовествуется освобождение не от чувственных браний, не от варваров, но, что гораздо важнее, освобождение от грехов, от которых прежде никто не мог освободить. Аминь. 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 Аминь.